Не заниматься самолечением и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора просят камчатцев врачи ковидных госпиталей. По их словам, несвоевременное обращение к специалистам – основная причина тяжести течения коронавирусной инфекции у многих пациентов, которые попадают в моногоспитали. И это, по оценке специалистов, характерная черта второй волны распространения новой коронавирусной инфекции и основное отличие от первой. Заведующий ковидным госпиталем Камчатской краевой больницы рассказал о том, как нужно вести себя во время пандемии. Нужно соблюдать рекомендации, которые дает Роспотребнадзор. То есть соблюдение масочного режима, не отвергать маски, не быть человеком, который все отвергает, в частности, коронавирусную инфекцию. Соблюдать социальное дистанцирование, не собираться группами, большими компаниями. И при возникновении заболевания не затягивать, то есть обращаться своевременно за медицинской помощью. Не заниматься самолечением. То есть вовремя начатое лечение – это залог его успешности. Антибиотик – это препарат, который действует на бактерии. Вирусы не относятся к бактериальной флоре. Вирусы – это вирусная заболевания. Это абсолютно другой микроорганизм. То есть на них действуют противовирусные препараты. Решение об их назначении принимает врач при осмотре, при обследовании больного. Место антибактериальным препаратам, антибиотикам, есть и при лечении коронавирусной инфекции в том случае, когда присоединяется вторичная бактериальная флора. Опять же решение о том, присоединилась она или не присоединилась, опять же решает врач. По ряду признаков. Сегодня на Камчатке развернуты семь ковидных моногоспиталей, в которых насчитывается 720 коек. Практически все они заняты, но есть еще и резервы, которые будут развернуты в случае необходимости. Помимо обеспеченности местами, Камчатка также полностью обеспечена медикаментами и оборудованием, отсутствие которых остро ощущалось в первую волну весной 2020 года. Камчатка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...